Очень все просто. Власти наплевать на ваше здоровье. Это факт. Аргументы тоже очень простые. Я расскажу одну историю, очень коротко. Приходит человек с акцентом, это модно сегодня, брать людей с акцентом во власть, министры. Наверное, единственный критерий, который проходной. Назначаться на должность министра охраны здоровья на фракцию БПП. Ему задает вопрос. К Виташвили, скажи, у тебя есть план? Он говорит, я не успел, я только прилетел. Представьте себе, вы можете прилететь в какую-нибудь страну мира, устроиться на работу министром, отвечать за здоровье 40 миллионов людей, спустившись с трапа просто, тебе гарантируют, просто потому что ты другой национальности, говоришь с акцентом, у тебя есть какой-то там опыт в стране в 6-10 раз меньше, чем наша, стать министром. Раз. Первое. Ваша судьба знаете какая? Как Гордиенко Николая. Он в свое время вышел, заявил о коррупции в стране, о том, что Яценюк обокрал государство на 10-15, позже 40 миллиардов гривен, при этом при всем его выгнали с работы, зацкувалы, как говорят у нас. Сегодня он во всех судах добивается справедливости, он забыт, и лишь несколько горско-народных депутатов его защищают. Третья важная составляющая. Скажите, пожалуйста, а какая реформа у этой власти, у этих коалиций вообще получилась? Продолжение следует...